гипертонический криз как предотвратить серьезные осложнения добрый день дорогие зрители я приветствую вас на своем канале сегодня мы поговорим о гипертоническом кризе несколько видео я уже снимал на эту тему но вижу что она остается все еще актуальной много вопросов вы задаете поэтому постараюсь максимально сжато и понятно объяснить что же такое гипертонический криз какие у него бывает проявление собственно как с этим главное справляться и к чему это может привести поэтому обязательно смотрите видео до конца я думаю она будет для вас абсолютно полезно перед тем как мы начнем рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал ссылку оставлю в описании там много интересной полезной информации касающиеся нашего с вами здоровья которые их выходят в ежедневном формате гипертонический криз это стойкое повышение артериального давления которое сопровождается определенными симптомами о которых мы поговорим чуть позже и собственно который может привести к очень нехорошим последствиям такие как инфаркты соль ты ну и так далее и так как же может проявляться гипертонический криз мы с вами поняли что гипертонический криз это повышение артериального давления проявление на самом деле у него достаточно много это головные боли это головокружение это тошнота рвота это может быть они менее какой-то части тела это может быть похолодание и тремор конечностей это может быть шум в голове боли в затылочной области мелькание мушек перед глазами вообще гипертонический криз это как правило когда давление повышается выше 180 миллиметров штутного столба однако здесь нужно сделать отступление мы все-таки говорим о тех случаях когда у человека нормальное давление например 120 130 на 80 но не берем в расчет людей у которых например пониженное давление есть люди которые ходят с давлением 90 на 60 всю жизнь это для них считается нормальным давлением так вот если у них будет например 140 или 150 то это для них тоже может быть гипертоническим кризом также и для гипертоников например если он адаптированных давлением при 140 150 миллиметров штутного столба то как правило 180 он может даже не почувствовать поэтому мы сейчас берем усредненные значения для большинства людей что в целом если давление приближается к 180 как правило все-таки это сопровождается явлениями гипертонического гипертонического криза теми явления о которых я говорил чуть ранее причина гипертонического криза тоже достаточно много это может быть связано и с наличием уже какого-то имеющего заболевания например если у вас установлен диагноз гипертоническая болезнь и вы например при припустили прием препарата или препарат например дозировка недостаточно для вас это может быть какие-то тяжелые эндокринные заболевания это могут быть заболевания почек различные это может быть какие-то стрессовые факторы это может быть злоупотребление алкоголем то есть причин для повышения давление на самом деле огромное количество бывает такое что в большинстве случаев причину установить вот этого вот этих повышения не удается даже люди так скажем обследуются достаточно детально но причину выявить не удается и соответственно не восстанавливается выставляется диагноз гипертоническая болезнь и назначается препарат какая же первая помощь при гипертоническом кризис у вас под рукой нет никаких препаратов то первое что вы можете сделать это конечно посадить человеку максимально удобное комфортное положение как правило такое полу полу лежачие положение то есть не сидя не лежа такой полу лежачем положении создать максимально комфортную обстановку дать приток свежего воздуха устранить всевозможные всевозможные раздражающие факторы такие как яркий свет звук какие-то шумы непонятные и постараться в максимально спокойной обстановке постараться тихим спокойным темпом подышать минут 10-15 если например у вас вы чувствуете что охладили про конечности руки и ноги вы можете на какое-то время положить ноги в теплую воду это тоже принципе помогает но в целом если вы сконцентрируетесь на своем дыхании так называемый диафрагмальное дыхание есть такое понятие это вы можете в принципе самостоятельно с давлением справиться может быть и не на сто процентов но по крайней мере на 10-15 и 20 миллиметров тут на столбах давление может упасть когда же вызывать скорую помощь если повышение давления сопровождается такими симптомами как выраженные боли в груди когда вы так скажем появляется у вас холодный липкий пот если у вас а не менее какой-то части тела есть нарушение речи или например перекос лица любые какие-то серьезные такие изменения незамедлительно нужно вызывать скорую помощь для того чтобы вас доставили специализированное учреждение и уже полностью вас проверили если же вы замерли себя повышение давления там ближе к 180 например вот эти вышеупомянутые меры вам не помогает можно воспользоваться прием антигипертензивных препаратов короткого действия ну например всем известный препарат каптаприл выпиваете внутрь если вы никогда не принимали я бы рекомендовал начать там с четвертеньки либо с половинки если уже человек так скажем который принимал эти препараты тогда можно целую таблетку выпить и минут 15-20 подождать если после приема препарата не наступает эффект или у вас например препаратов нет и вы после при проведенных вот этих всех манипуляций давление у вас не снижается нужно вызывать скорую помощь для того чтобы они либо в домашних условиях сделали вам внутривенную внутримышечную инъекцию либо уже доставили в стационар для того чтобы вам поставили систему и мы постарались снизить артериальное давление так или иначе с высоким давлением ходить конечно крайне опасно это может привести к серьезным последствиям таких такие как инфаркт и инсульт поэтому не доводите себя до этого пожалуйста это очень важно регулярно проверяйтесь измеряйте давление всего хорошего и увидимся с вами следующих роликах